Приветствую вас уважаемый зритель на связи Виталий Кавазаглы и в этом видео мы с вами поговорим о том как можно быстро построить контур вокруг изделия для того чтобы впоследствии использовать данный контур для подготовки модели к фрезерованию в частности у меня есть вот такой вот небольшой пример это как раз картинка одного из моих подписчиков который подал идею этого видео урока его интересовало как можно сделать вот такой вот контур причем делать его не руками а как-то этот процесс автоматизировать для того чтобы получить вот такую вот заготовку сложность здесь заключается в том что рельеф двухсторонний и в принципе далеко не всегда можно найти какое-то точное сечение которое бы дало нам абсолютно точный контур сегодня я предложу вам два способа которыми можно решить эту задачу ну и начнем мы с более простого способа для начала мы сделаем контур вот у такой вот шишки то есть если мы рассмотрим ее перспективе то увидим что здесь нет возможности назначить какое-то поперечное сечение которое бы точно очертило весь контур изделия в любом случае где бы мы не назначали сечение она всегда у нас будет неточным то есть где-то часть модели у нас будет проглатываться в принципе наверное это не так важно если вам не нужен точный контур и можно обрисовать контур как-то более условно но все-таки раз такая задача есть я попытался решить ее так как мне кажется это правильным ну и для того чтобы сделать контур первым способом тема которым я говорил нам достаточно просто применить инструмент mesh outline находится он вот здесь вот в панели кев from object ну и давайте вызовем этот инструмент выберем наш mesh или поле поверхность и нажмем enter в результате мы получаем довольно четкий контур при этом у нас есть гарантия того что данный контур является абсолютно точным относительно нашего угла обзора имейте ввиду вот этот момент он очень важен дело в том что угол обзора для данного инструмента является основополагающим фактором примеру если мы перейдем в перспективу и поставим камеру под каким-нибудь углом снова выберем наш инструмент то контур нас также будет обрисован но при этом вы видите что сейчас его нигде нет на самом деле он появляется вообще непонятно где то есть мы видим его таким какой он есть только в тот момент пока мы смотрим на него под тем же углом камеры вот то есть данная кривая она даже не проецируется куда-то на конструкционный план она просто подвисает где-то в воздухе поэтому если вам необходимо создать точный контур то делать это лучше всего именно на виде сверху или на каком-то другом ортогональном виде а кроме того для поле поверхности можно также применить и другой похожий инструмент это инструмент силуэт но в принципе с названием здесь все понятно работает он по тому же принципу ну и сейчас давайте рассмотрим гораздо более сложный пример когда у нас в сцене не один объект а несколько причем довольно сложных здесь в принципе есть два варианта мы можем конечно применить тот же самый mesh outline для того чтобы обрисовать все наши каркасные сетки но при этом нам придется очень долго возиться с тем чтобы удалять впоследствии внутренние пересечения к тому же если у вас нет возможности соединить объект или просто в этом нет необходимости к примеру даже если бы у вас иголки были все по отдельности данный способ позволит вне зависимости от сложности модели создать вам нужный контур буквально за несколько минут при этом для того чтобы воспользоваться данным способом нам необходимо подготовить модель определенным образом в частности нам необходимо поставить ее относительно наших осей координат таким образом чтобы нижний левый угол габаритного контейнера нашей модели находился в начале осей координат то есть вот здесь вот впоследствии это позволит нам точно импортировать сюда наш будущий контур который мы будем создавать фотошоп базируется данный способ на применение такого интересного инструмента как z буфер то есть это не что иное как карта высот которая представлена в виде тоновых градаций градации черного и белого давайте мы перейдем в режим z буфера для этого в командной строке нужно набрать команду show z буфер в принципе если вам придется пользоваться этим способом вы можете назначить какое-то клавиатурное сокращение ну я к примеру сделал это на f10 ну и вы видите что на экране появилось такое вот черно-белое изображение где черный фон и изделие представлено в градациях серого вот именно это свойство мы с вами будем использовать я имею ввиду свойство черного фона который впоследствии будет легко отделяться фотошоп единственный момент который здесь стоит учесть для того чтобы контур получился точнее вам необходимо сделать скриншот окна окна проекции как можно более крупно то есть в идеале можно вообще перейти в полноэкранный режим в рина и сделать скриншот можно же просто максимизировать окно проекции щелкнуть где-нибудь в самом окне нажать ctrl c для того чтобы скопировать в буфер изображения из нашего окна проекции затем перейти в фотошоп и создать новый документ его размер как раз будет соответствовать нашему скриншоту который находится в буфере поэтому ничего здесь даже подгонять не надо вставляем при помощи ctrl v наш рисунок сюда далее можно воспользоваться инструментом волшебная палочка для того чтобы выделить черный цвет внутренний контур я думаю выделять мы не будем так главный слой я удалю чтобы он не высвечивал под нашим новым слоем ну и также нужно удалить вот этот вот топ теперь необходимо выделить получившуюся заготовку и в контекстном меню выбрать пункт образовать рабочий контур допуск можно поставить поменьше нажмем ok ну и еще одно действие которое нам необходимо будет проделать с нашей заготовкой нам нужно обрезать вот эти вот поля потому что впоследствии они будут также задавать отступ от начала координат в рина поэтому чтобы этого не случилось давайте мы их обрежем для этого перейдем в меню изображения тримминг нужно выставить здесь все галочки и обрезку будем производить на основе прозрачных пикселов все теперь у нас лишних полей нет и соответственно когда мы будем экспортировать данный файл в рина он также не будет смещаться относительно осей координат теперь нам нужно произвести экспорт именно экспорт а не сохранение в каком-либо формате экспортировать мы будем формат адоб иллюстратора ну и на этом наша работа фотошоп закончена давайте вернемся обратно в рина можно выйти из режима z буфер он нам больше не понадобится и сейчас давайте произведем экспорт только что созданного нами файла для этого откроем папку где сохранен наш файл и перетащим его прямо в окно рина давайте нажмем ok и вот здесь в окне импорта нам необходимо выбрать один из способов импортирования здесь их всего два причем второй имеет ряд настроек я экспериментировал со всеми этими способами ну и единственный вариант который работает более-менее безотказно это вариант preserve units то есть сохранять единицы измерения причем здесь наблюдается довольно странная зависимость одна единица измерения в адоб иллюстраторе должна соответствовать двум тридцати шести единицам измерения в рина точнее даже если говорить об иллюстраторе нужно брать сантиметры потому что если мы будем брать инчи миллиметры или точки наша модель будет масштабироваться совершенно непропорционально нашему изделию если мы будем брать сантиметры и выставлять один к одному то наш контур будет масштабироваться более-менее пропорционально то есть импортирован он будет более-менее пропорционально но тем не менее эти пропорции они все равно будут не точными Ну вот для себя я выявил вот такую вот зависимость, 1 см в Adobe Illustrator соответствует 2,36 юнитам или единицам измерения в РИНа, то есть 2,36 мм. В таком виде контур практически не нуждается в какой-то доработке. Сейчас я его экспортировал, давайте я выделю все линии. В сцене есть только те линии, которые были только что созданы, то есть наш контур. И мы видим, что они довольно точно очерчивают наше изделие. Ну вот здесь вот случайно закралась вот такая полилиния, это наш курсор, он видимо тоже попал в буфер, когда мы фотографировали. Давайте его удалим. И сейчас я возьму вот эту вот линию, ту которую только что создал. Конечно же напрямую у этой линии контур выделить не получится, потому что в ней очень много контрольных точек. Кстати, имейте ввиду, что линия у нас скорее всего здесь будет не одна. Давайте спрячем нашу полигональную сетку. Где-то вот здесь в некоторых местах у нас также возникают небольшие вот такие вот линии. Их можно в принципе не удалять, главное, что нам необходимо выбрать нашу основную линию. И перед тем, как мы приступим к созданию контура, нам необходимо сделать rebuild, то есть перестроить данную линию. Максимально возможное количество точек при перестроении равно 1000, поэтому мы и возьмем это значение. Ну и сейчас наша линия уже гораздо более сглаженная, контрольных точек здесь на порядок меньше. И теперь мы легко сможем создать нужный нам отступ. Но в данном случае я задам 2 мм. Попробую задать чуть поменьше. Ну и в принципе наш контур готов. Все, теперь этот контур можно использовать в дальнейшей работе. Вот такие вот два довольно интересных способа. Один можно применять, когда у вас что-то очень простое. Другой способ можно применить, когда ваше изделие имеет очень большое количество деталей и довольно сложно обрисовать его вручную. Вручную, либо при помощи инструмента силуэт или меш-аутлайн, либо необходимо производить какие-то дополнительные манипуляции по соединению этих элементов в один большой элемент. И сейчас я бы еще хотел обратить ваше внимание на один очень важный момент. Он касается как первого, так и второго способов. И связан он с изделиями примерно вот такой вот формы, когда у нас имеются как какие-то продолжительные линии изогнутые, так и вот такие вот складки. Почему это вызывает сложность? Потому что вне зависимости от того, какой способ вы используете, первый или второй, на выходе вы всегда будете получать ломаную полилинию, состоящую из очень мелких отрезков. При этом, если вы применяете второй способ, то ломанность полученной вами полилинии, она определяется только качеством скриншота. Именно поэтому я рекомендовал делать его как можно крупнее. В связи с этим, сама полилиния получается более структурированной, несмотря на то, что она все-таки ломаная. Но когда мы с вами применяем инструмент меш-аутлайн, здесь все зависит только от специфики его работы. Причем мы никак не можем воздействовать на настройки. В результате мы получаем очень не структурированную, ломаную кривую, где в ряде случаев можно наблюдать даже какие-то невидимые глазу петли. Но впоследствии они вылезают, когда мы продолжаем с данным контуром работать. Поэтому здесь необходимо применять дополнительную обработку кривых. К примеру, тем же инструментом Rebuild. Но опять же, когда мы имеем дело именно с такими вот заготовками, где, повторюсь, есть какие-то продолжительные изогнутые линии и есть складки, простой Rebuild, он не применил в связи с тем, что мы не можем этим инструментом добиться точного соответствия нашему контуру. То есть кривая, полученная в результате применения инструмента Rebuild, будет съедать вот эти вот складки, ну и в результате контур у нас будет неточным. Поэтому при встрече вот с такими случаями, я предлагаю вам все-таки пользоваться не инструментом Rebuild, а связкой из двух инструментов. Мы с вами сейчас ее рассмотрим. Давайте для начала воспользуемся инструментом Mesh Outline и снимем наш черновой контур с объекта. При этом имейте в виду, что если на вашем Mesh у вас есть какие-то артефакты, к примеру, как вот здесь, то, соответственно, этот артефакт будет повторен и на самой кривой. Давайте пока вскроем наш объект. Удалим лишнюю полилинию. Ну и включим контрольные точки для того, чтобы посмотреть, что у нас получается. То есть мы видим, что контрольные точки очень не структурированы. Где-то они просто намешаны и накладываются друг на друга. Конечно же, с такой полилинией работать напрямую мы также не сможем. Ну и если мы, к примеру, возьмем инструмент Rebuild и попробуем также с максимальным количеством контрольных точек и со степенью 3 перестроить нашу полилинию, то мы получим вот такую вот кривую, где все наши складки и какие-то выступы будут просто-напросто съедены. В принципе, возможно, в этом нет ничего страшного, но все-таки давайте попробуем добиться более точного контура. Эту кривую я удалять не буду, я просто перенесу ее в другой слой для наглядности. И сейчас давайте попробуем поработать с нашей кривой еще раз. И первое, что мы сделаем, мы примерим к ней инструмент Simplify Lines and Arks, то есть упростить линии и арки. Давайте вызовем инструмент, щелкнем по нашей полилинии. В результате можно заметить, что какие-то точки после применения данного инструмента были удалены, но тем не менее, такой контур он еще далеко не идеален, то есть работать с ним у нас пока что так же не получится. Ну и для того, чтобы перестроить данный контур с максимально возможной точностью, я предлагаю вам использовать инструмент Rebuild Curves Non-Uniform, то есть перестроить или реконструировать кривые неравномерно. Давайте посмотрим, что дает нам этот способ. Данный способ дает нам указать некоторые точки на данной кривой, для того, чтобы она максимальным образом соответствовала нашей исходной кривой, то есть тому контуру, который мы пытаемся перестроить. В результате, если у нас кривая замкнутая, у нас есть вот такая вот одна стрелка где-то на этой кривой, вам нужно будет ее найти и поместить куда-нибудь в угол. И также у нас будет еще дополнительно 4 точки на этой кривой, либо 2, если у вас отключен вот этот вот параметр. Поэтому лучше его включить. И так мы получим 2 дополнительные точки, которые мы также сможем перенести куда-то на наши складки, либо на наши выступы, тем самым задав более точное соответствие нашей результирующей кривой и кривой исходной. Так, ну вот вроде бы я нашел все 4 точки. При этом имейте в виду, что здесь очень важное значение имеет вот этот вот параметр Requested Tolerance, то есть запрашиваемая толерантность. Сейчас она у меня выставлена в 2000. Она как раз отвечает за точность. То есть если, к примеру, я сейчас поставлю точность чуть поменьше, пусть это будет 0,05, то обратите внимание на то, что будет происходить вот здесь. Вы видите, что наша кривая стала гораздо менее соответствовать нашей исходной кривой. Поэтому сейчас давайте увеличим допуск, точнее уменьшим его, к примеру, до 0,01 и снова посмотрим на результат. Сейчас кривая более точно огибает наш выступ. Ну и давайте зададим также 0,002. Можно в принципе задать и 0,001, но вот этот результат он меня вполне устроил. Вот сейчас видно, что кривая максимальным образом соответствует нашей исходной кривой. Все, теперь можно подтвердить. И в результате мы получим довольно точный контур. При этом он будет структурирован. Это будет единая кривая, в которой не будет изломов. И данная кривая будет довольно легко оффсетиться при помощи соответствующего инструмента. То есть мы получим довольно хороший и довольно качественный контур. Ну и давайте для наглядности попробуем сделать отступ от нашего исходного контура. В результате мы получаем кривую вот с такими вот артефактами. То есть для работы, конечно, не эта кривая, не сам контур. Они у нас непригодны. Ну что ж, на этом данный видео урок закончен. Буду очень рад, если поделитесь своим мнением в комментариях. Ну и на этом все. Увидимся с вами в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok